И частично свои, но, конечно же, опять же, я очень была стыдлива и очень редко пела свой материал, потому что... Ты боялась, да, какая реакция будет? Да, я очень боялась реакции на свои произведения. Слушай, ну скажи, а когда всё-таки ты первый раз спела свою песню, вот в каком возрасте, да, и какая реакция была? Раз ты так трепетно относилась к этому вопросу, ты наверняка запомнила свои впечатления. Да, кстати, это было не на сцене, но это было в большой компании, я поехала в пионерский лагерь детский, и там изо всех уголков Украины съезжались такие же, как и я, отдыхающие дети. И я с собой брала свой песенник и пела, девчонка, мы садились возле моря, я им пела свои новые произведения. Акапельные? Акапельные, да. Им так нравилось, они переписывали слова и потом перепевали, потому что там мотивчик такой был нежно, такой романтичный. И, конечно же, им это нравилось, и вот тогда я поняла, что это нравится, значит, мне есть к чему стремиться. Я поняла, что девчонки — это моя аудитория, и нужно к ним тянуться, они будут тянуться к тебе. А вот сейчас твоя аудитория тоже осталась девчонки? Преимущественно, да. Я так понимаю, что если мужчины заинтересуют моё творчество, только аудиовизуально, мне кажется. А песни всё-таки содержание, смысл — это для женщин, потому что женщины, они более вот чувствительны, ранимы. Такие все вот сопли — это для них. Хотя я пришла на танцевалку, и в принципе в клубной зоне нет пола для меня. Танцуют все, веселятся все одинаково, поэтому танцевальный жанр, популярная музыка, клубная музыка — это музыка без пола и без, я бы сказала, даже без возраста. Если ты молод душой, ты можешь прыгать и дёргаться в любом возрасте в клубе под мои песни. А вот когда ты давала концерты, да, ещё и перепевала песни, и ты говоришь, что свои песни исполняла редко. А вот всё-таки, когда они не подружки были, да, которые, может быть, тебя любили, и поэтому им понравились твои песни, а те люди, которые тебя не знали, ты же видела, какая реакция? Вот об этом тоже расскажи. — Если говорить о периоде детства-подросткового возраста, когда это была небольшая сцена, да, то на удивление, в принципе, все реагировали очень хорошо, позитивно на мои песни. Конечно, были мальчишки, которые тебя бьют, но они бьют всех, потому что возраст такой, или могут что-то обидное сказать, но это не относительно песен, а относительно просто того, что ты девочка. И поэтому никто, как говорится, не поливал грязью, и меня это радует. — Сара, а как твои родители, вот, относились к твоему пению, да, и как они сейчас относятся? — Ну, раньше никто из родителей всерьёз меня не воспринимал, да, в принципе, и сейчас, хотя уже много чего достигнуто, и многие были такие награды весомые, отчего мама до сих пор в шоке, приходит в себя. Но скажу так, что если поначалу меня никто не верил, то сейчас уже, когда понимать, что я пру, я иду на пролом, как танк, уже начинают ко мне пристраиваться. У меня столько родственников появилось, меня все стали любить ещё больше почему-то. И я поняла, что чем больше ты окружён успехом, да, тем больше людей тебя начинают любить. К чему я это сказала? К тому, что, конечно, со временем родители были смягчены, они поняли, что меня не отговорить, что я добиваюсь многого. Поэтому, допустим, моя мама, она спокойно к этому относится, но переживает, говорит, будь аккуратна, Дотя. — Нет, ну всё равно, конечно, безусловно, ей приятно, когда она видит, как другие люди реагируют, да, и какую-то материнскую гордость, я думаю, что всё равно она испытывает. — Ну, не знаю, она нервничает, потому что, знаете, в интернете разное пишут, а ей передают. То я там что-то застрахую, то я где-то что-то с кем-то уеду, то я что-то с кем-то подерусь. Это же есть обратная сторона шоу-бизнеса, и, конечно, много людей, которые передают ей всё в пережёванном виде, а она как бы за незнанием верит и потом говорит, шо це таке. Приходится объяснять, что это часть пиара, часть продвижения, и не всему нужно верить. — Да, родители и родственники, конечно, вот за такие моменты переживают больше всего. А вот расскажи, так же ты вот училась в классическом приватном университете, да, что это за университет, и чему ты там, собственно, научилась? — Я сама из Украины, я жила там долгое время, окончила школу и университет именно там, и этот университет классический, приватный. Меня взяли туда на бюджетной основе, хотя это вуз частный, но так получилось, и я там проучилась 4 года, закончила с красным дипломом. Там были тоже возможности для своей журналистики, специализации телевидения, но не сложилось. По моему желанию я пошла в журналистику только ради шоу-бизнеса, потому что не было такой профессии как певец или продюсер. Я бы пошла туда, чтобы больше. — Ну, сейчас огромные, да, возможности для тех, кто учится, как раз в песенных, мне кажется, отделений, всевозможное количество, да, не счесть. — Было бы желание, поэтому я пошла в журналистику, чтобы больше узнать о мире шоу-бизнеса, познакомиться с журналистами себе подобными, завязать контакты, и мне это удалось. Плюс там была такая арт-студия, мы там пели, выступали, я, думаю, в первых рядах, опять же, заводила, и поэтому... — Я знаю, там было, кстати, очень много конкурсов, да, разных, вот расскажи про то время, на самом деле. — У нас есть школа, да, мы об этом поговорили, и вот студенческие годы, так скажем, это же тоже самое интересное, и они дают толчок в нашей будущей жизни. — Я была такая заучка, я всегда в книгах была, поэтому весь мой университет от сессии до сессии. Я всегда училась, не высыпалась, поэтому не могу сказать, что я гуляла или с кем-то оттопыривалась, или где-то зависала, как говорят на современном языке, но свои впечатления у меня остались, потому что мы часто выезжали в местные сёла и города, которые в городе находились моём, там часто давали концерты благотворительные. — Это такие гастроли уже, первые гастроли, да? — Да, в автобусе, конечно, было что вспомнить, и минусом было то, что в этом университете не было сцены, не было октавого зала, негде было разгуляться, поэтому мы прям на ступеньках перед входом и выступали. Ну, довелось на разных сценах и подмостках выступать, поэтому мне уже ничего не страшно. Так что университет — это вторая моя фаза, которая также сформировала мои вкусы, пристрастия и способности. — А с кем ты общаешься, с теми, с кем выступала на подмостках? — Ну, это всё было несерьёзно, и те, кто выступал, кто-то уже родил детей, вышел замуж. Это только у меня амбиции из ушей. — То есть ты единственный, кто из вашего творческого коллектива продолжили путь? — Путь, да, такой. — Были, есть люди, которые на местном уровне продолжают развиваться, выступают в местных клубах. — Мы не сделали это своей профессией, да? — Ну, профессию, но только на региональном уровне. То есть дальше не пошли, у кого нет желания, у кого нет силы или возможности, у всех свои мотивы. И поэтому можно сказать, что я, да, вот пока из всех самая пробивная. А с кем общаюсь? Вот сейчас даже те люди, с которыми я училась на журналистике, практически все написали обо мне в своих изданиях местных, региональных. — Ну, то есть все-таки контакты остались. — Ну, я знаю, ты также диплом получила красный, да, по окончании этого университета. — Да, это было нелегко. — То есть ты успевала всегда, да, музыка у тебя не отнимала столько времени, чтобы не хватало на учебу. — Нет, это сейчас много времени отнимает музыка и продвижение. Тогда маленький город, за один день можно было переделать кучу дел, еще и выспаться как следует. Я сейчас вспоминаю об этом с таким сожалением. Где времена? Я бы больше спала, чтобы сейчас компенсировать свой недосып. — А вот у тебя был какой-то клубный проект, да? Расскажи, пожалуйста. — Первые мои опыты, серьезные, ну, серьезные, не серьезные, первые, они произошли. — Ну, первые, первые всегда серьезные, потому что от него многое зависит в дальнейшем. — Да, да. Когда появился интернет в университете, я подсела на интернет и стала на сайте знакомств искать музыкантов. Такой парадоксальный путь был у меня, но я почему-то решила, что я найду. И нашла, и ни одного музыканта, и с некоторыми мы с ним посотрудничали. А вот этот проект Club Blocks, его уже нет, и люди тоже ушли из мира музыки, они из Белоруссии. И мы записали совместный трек и хотели даже штурмовать Еврофест белорусский. Но, опять же, они слились, они поняли, что сил, наверное, не хватит на это все дело. И дальше я уже уплыла в море сама и пошла плыть дальше, полетела, поплыла, поэтому... — А что за песня исполнялась твоя? — Мне прислали какую-то, опять же, аранжировку, и на нее сверху я напела, как и в детстве я это делала, напела сверху свою мелодию и написала английский текст. Опять же, это было все сырое, сейчас я не могу заслушать то, что раньше я пела, но, опять же, на тот момент это было самое лучшее из того, что я делала. — Ну, это была первая ступенечка, да? — Да. И эта ступенечка, она дала мне новых друзей, новые знакомства и информацию, которую я потом использовала себе во благо. В том числе и по поводу Евровидения, я уже знаю разные ходы, выходы, к кому обращаться, куда стучать. — Кого просить? — Ну, то есть ты сама себе помогаешь, да? — А никто лучше тебя, тебя не продвинет. Вот сколько было у меня пиарщиков, директоров, сонные мухи. Они хотят получать денег, но они не хотят, как говорится, вкалывать, потому что ведь это большой труд, общаться с людьми, договариваться. Это такой стресс, поэтому я большую часть сил трачу на то, чтобы продвигать саму себя. Конечно, мне помогают люди, я не все могу делать, я не умею, я чего-то не знаю, чего-то не понимаю, я нанимаю людей. Из-за этого я постараюсь по мере возможности платить. Но вся моя вот эта вот менеджерская творческая часть лежит на мне, потому что я вижу больше всех и знаю, что мне нужно, куда нужно идти и что говорить. — Ну, вообще, как бы творческой личности нужно помогать, да? Но в последние годы мы, в принципе, уже видим много таких проектов, так я их назову. — Спившихся уже, спились. — Когда творческая единица, себе уже и продюсер, да, и команда целая. И достаточно успешные проекты, наверное, это хороший опыт. — Да, и нужно еще уточнить, что одного таланта маловато нынче, потому что талантливых людей достаточно. И есть очень много голосов, много хороших композиторов. Но выбиваются ведь далеко не самые лучшие, мы знаем, и на мировом уровне примеры. Тут важно иметь характер, иметь силу духа, духовитость. И не сдаваться, и прям на пролом прошибать лбом стены. Ну, или эффектно открывать ручкой дверь, потому что не всегда прошибанием можешь себе только в кровь лоб избить и ничего не добиться. То есть тут, конечно, нужно маневрировать и очень сильно этого хотеть. И не сдаваться, и, конечно, здоровье очень важно, потому что если ты сдуешься раньше времени, кто же будет за тебя Грэмми получать?